Смотрим, кто же из правительства Медведева останется в новом правительстве. Начнем с вице-премьеров. Константин Чуйченко станет министром юстиции в новом кабинете. Максим Анисимов, по всей видимости, возглавит почту России. Уходит также Алексей Гордеев, при котором Россия снова стала продавать зерно за границу. И экономист Ольга Голодец, которая вместо Мутко почему-то занималась физкультурой и спортом. Уходит Мутко, бывший спортивный функционер, который у Медведева почему-то курировал строительство. Дмитрий Казак, по всей видимости, возглавит Верховный суд России. А первый вице-премьер Силуанов станет министром финансов. В кабинете министров практически нетронутым остался только силовой блок. За исключением министра юстиции. Ушли в отставку министр спорта и министр посвящения. Министр высшего образования и министр культуры. Но самое главное изменение произошло в трех министерствах. Это Министерство экономического развития. Министерство цифрового развития. И Министерство труда и социальной защиты. Которые должны отцифровать всю российскую экономику и всех граждан на предмет определения, сколько у нас бедных и сколько богатых. Ушла в отставку большая часть правительства Медведева. Которое не только не смогло улучшить жизнь россиян, но и увеличило число бедных. При этом бюджет и природные богатства России просто разворовывались. Новый премьер-министр уже практически сформировал правительство. Вот его заместители. Как будет работать правительство покажет время. Но Мишустин подтянул людей, точно способных отцифровать Россию. Новый премьер-министр уже практически сформировал правительство.